Президент России Владимир Путин заявил, что сильная, оснащенная современным оружием армия – это залог мирной и спокойной жизни миллионов наших сограждан. Сегодня вооружение российской армии – одно из лучших в мире. В День Победы в этом смогли убедиться и славянцы. 9 мая с самого утра в центре города по улице Красной развернулась выставка современной военной техники, стоящей на вооружении российской армии. Всего в экспозиции представлено 10 образцов. В их числе – военные КАМАЗы, бронетранспортеры, боевая машина пехоты, средства наблюдения и связи, танки. Николай Скачков пришел на выставку вместе с внуком. Он считает, что очень познавательно показать подрастающему поколению оружейную мощь нашей страны. Мы сегодня шли и мечтали, чтобы какая-то техника была обязательно боевая. Потому что это праздник, дети должны знать оружие наше, силу нашу, мужественных наших дедов, прадедов. Поэтому обязательно нужно выставку делать. Внук Николая Артем Кулагин остался доволен выставкой. Он узнал, для чего используются боевые машины, мастерские технического обслуживания и другая техника. Особенно понравилось Артему, как и всем юным славянцам, возможность побывать внутри боевых машин, потрогать все руками. Я здесь пришел. Девушка мне тут показывает и рассказывает про машины и технику. Мне очень тут понравилось, потому что тут особо мне тут понравились танки, потому что они могут везде проходить и пули непробиваемые. Организатором выставки образцов военной техники стал 10-й отдельный ремонтно-эвакуационный полк Южного военного округа Славянской войсковой части. В День Победы славянцы могли убедиться, что современная российская армия – одна из лучших в мире, хорошо оснащенная и вооруженная. А нынешние солдаты готовы в любую минуту встать на защиту Родины, так, как это сделали в 41-м наши отцы и деды. Надежда Калинина, Георгий Калинин, программа «События».